Воспитание на Западе и на Востоке Хотел бы поделиться с вами мнением о детях, о воспитании. Воспитание на Западе и на Востоке довольно сильно отличается. В настоящее время в Европе так называемое воспитание безэмоциональное, безстрессовое, оно как бы вошло в педагогическую систему и все пытаются именно так подходить к воспитанию детей. То есть все зависит от общей культуры общества. Если здесь как-то в Европе это возможно, то у нас дисциплина очень большое влияние должна оказывать, иначе не будет толку с наших детей. В настоящее время, видимо по финансовым соображениям, семьи имеют, в большинстве, одного ребенка. Это, смотря сейчас на ситуацию в Польше, я могу сказать, что все одинокие женщины, большинство мужчин, которые здесь в Польше, которых огромное количество, и больше их, чем больше, чем социальное защищение общества, то есть на пропитание человеку общество может дать, чтобы он только покушает и был довольный, тем менее способны эти дети-одиночки заложить семью и сосуществовать с другими людьми, то есть с мужем, с женой. Здесь очень большое количество, я вот концентрирую внимание на женщинах, конечно, и когда едешь, где-либо видно, что сидят девицы, сорокалетние, пятидесятилетние, бледные, они читают книжку с Людовиком, они просто, это европейский стиль такой, да, как бы путешествовать где-то там, в поезде поехать, и эти женщины, они просто-напросто, видно, что это одинокие женщины, которые никогда в жизни, ну это относительно никогда, но не чувствовали семейной радости, то есть общего счета. Вот они одиночки, а одиночки они потому, что и в семье они были одиночки, у них нет опыта общения с близкими людьми, с братьями и сестрами, поэтому вымирание европейцев происходит только из-за того, что, кроме того, что социальная защищенность растет, и нафиг мне нужен муж, если я и сам, или жена, я сам могу прожить без проблем, еще с кем-то нужно контактироваться, иметь какие-то проблемы с его личностными характеристиками, там, всегда кому-то кто-то не нравится, то есть полностью совместимых людей нет. И вот люди себя не обременяют и пытаются упростить себе жизнь, а в конце концов оказывается, что это просто одиночное существование, которое к людям привыкают, и уже ответственности за кого-то они не могут брать на себя. Поэтому один ребенок в семье – это несчастье, это создание такого, если не эгоиста, можно дать ему воспитание, можно дать сердечность, можно дать ему разные качества, которые родители имеют, если они заинтересованы, они с отдачей все делают, но его не научишь сосуществовать с ближним в способ, в способ, когда старший заботится о младшей, младший учится у старшего, и это взаимодействие детей ничем не заменишь, не отдав его в садик ничем, то есть должны быть близкие рядом, которые дети, с которым человек в каждой дневности взаимодействует. Только тогда он приходит в жизнь, подготовленный уже к дальнейшей семейной жизни. Поэтому, дорогие мои, старайтесь, старайтесь изо всех сил плевать на все эти материальные составляющие, сделайте вашим детям, ваших детей счастливыми, дайте им брата, сестренку, и независимо от того, как их дальнейшие взаимоотношения в дальнейшем сложатся, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы они были счастливыми, вы дадите им счастье, а материальное, оно всегда придет, нужно всегда придет. Потому что так устроен закон, что если одному хватает, там где одному хватает, там и с другим можно поделиться, и ничего страшного не произойдет, а еще судьба и больше дает финансов на детей. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы ваши дети не были одиночками. Я не заинтересован в демографии, я просто говорю, как есть. Я смотрю на своих детей и вижу, как они быстро учатся, как они друг за друга стоят, и как это все, и как окружение, насколько оно разнообразно, пестрое, и большинство одиноких людей, большинство. Они приходят, разводятся, они не способны принять ответственность за себя, за другого человека. Если женитесь, выходите замуж, то вы должны ответственность за все это принимать на себя. Каждый, кто сильнее эмоционально в этом связи, чувствует себя как бы ведущим, а так все через какое-то время становится. Я сам знаю, что я в первом браке молодой, еще совершенно 20-летний, паренек сказал, будет демократия, будем жить, делить сомнения. Нет, демократия кончится когда-то. Или же один из партнеров всегда начинает быть лидером. Или же мужчина махнет рукой, что баба орет, и бог с ней пускает. И это самое. Все. Подписал себе смертный приговор. Это я считаю, что он раньше умрет, а женщина больше прошла. То есть, инициативу никогда не нужно выпускать из своих рук. Нужно позитив продвигать, позитив в семью. эмоции всегда будут, проблемы всегда будут, а жизнь продолжается. И связывать узел такой из негативов, который потом не развяжешь ничем, и два человека сосуществуют, не имея никакой близости, только как две собаки лают друг на друга. Это не жизнь. Поэтому, вот, желаю вам, чтобы ваши взаимоотношения были всегда с пониманием, что бы ни происходило, с пониманием того, что нужно усилие делать для позитива. Усилие делать для позитива. Обиды и какие-то другие эмоции, они негодятся. Это не для жизни, это не умно. Это ведет только к к разладу какому-то. То есть, старайтесь друг для друга оставаться нормальными людьми, с которыми всегда можно поговорить. Если не о футболе, то просто спросить и ответить. Как себя чувствуете? Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok